всем привет канал из москвы в израиль мы на кино эти вновь а почему нет у нас медузы поэтому мы хотим покупаться где-нибудь еще мы приехали на новый пляж называется он дуга или дуга не знаю поправьте меня если кто знает более точно по въезду по стоимости и по всему расскажем вам в самом конце почему потому что я конечно все прочитал но хочу понять и проверить что точно правильно все понял вот а сейчас идем смотрим что за пляж снимаем вам показываем пойдемте а он там и крутые пальмы смотрите мы налегке сегодня без палаток парковка меня устраивает в отличие от пляжа например гофра помните да там парковку была пыльная грязная здесь все чинно благородно вот сейчас пойдем дальше мы еще не знаем где само озеро и где сам пляж вот там вот находится ну давайте я покажу сразу на спортивная площадка баскетбольная и футбольная по-моему если я не ошибаюсь а при въезде кстати по правой стороне еще какой-то отель находится так что можно наверное и в отеле здесь поселиться вот пойдемте дальше посмотрим как выглядят сами пляжи и в принципе вообще стоит ли сюда ехать так давайте посмотрим уже указатели туалет душевые там что-то покушать то туда палатки и менеджмент ну или как мы говорим мисс рада детская площадка что первое бросается в глаза довольно хорошая большая туда пойдем или туда так ну купаться мы сегодня не будем короче будем снимать вам обзор я так понимаю здесь места для вагончиков с колесами дома на колесах вот площадка действительно большая с навесами удобно все хорошо да меня попросили еще раз сказать очень хороший очень хорошая площадка очень хорошая площадка вот здесь на этом пляже но это действительно вообще он создает впечатление более облагороженного ческать в отличие от двух пляжей в которых мы были я так и не понял почему там были потому что я все-таки небольшой как бы дам да пойдем я все-таки небольшой дам спойлер сутки здесь получается 7 не 17 шекелей на не сутки 12 часов сказали не надо спойлеров потом идем вот смотрите здесь умывальнички и домики и фонтанчики интересно сколько не стоит говорит анюта я думаю что можно будет посмотреть на сайте пляж дуга вот здесь получается и фонтанчики питьевые кстати здесь явно можно арендовать потому что даже видите стоит тарелка под телевизор соответственно мне кажется что кондиционеры но вообще так аккуратно все выглядит и классно вот обязательно будем узнавать может быть сейчас дойдем домой а пойдем дойдем до менеджмента узнаем сколько чувствует площадка показана и туда и сюда смотрите на пляже есть кафешка причем кафешка такая централизованная то есть с подносами со всеми делами я так понимаю что по цене тоже должна быть адекватная недорогая вот сейчас она к сожалению закрыта я напоминаю что это вечер шаббат вечер субботы да давайте для тех кто еще смотрит на других странах поэтому получается что кафе все закрыто но я так понимаю что в течение выходных она работает а может быть и в будни если нам удастся сейчас кого-то найти я имею ввиду из персонала или это мы обязательно все уточним пойдемте а вот место кстати видимо где можно ставить палатки я так понимаю поэтому не проблема палатки тут тоже можно ставить возникает вопрос зачем мы ездили на другие пляжи магазинчик вот около столовки назовем ее так магазин ассортимент чуть поменьше но может быть это уже потому что конец выходных вот а вот здесь я так понимаю начинаются площадки для того чтобы можно было устанавливать сами палатки достаточно большая деревья тоже большие видите эвкалипты что очень полезно для дыхания правильно что еще тоже туда-сюда есть душики ночи нам пока очень очень сильно этот пляж нравится не знаю не знаю не знаю не знаю что нас останавливало до от того чтобы в него приехать совершенно случайно хочу сказать заехали оплата парковки народ уже более-менее разъезжается так что не очень много тоже парковка да вот вы видим так ну пойдемте уже к самому пляжу да через душевые нам надо еще переодеться не забыть он там тоже видите стоит палатка так что я думаю что везде здесь можно ставить палатки то же самое мангалы не но в таких мангалах ты не особо ничего не пожаришь но смысл в том что можно делать а смотри какая красота открывается а надеюсь кампера передает бушующий кинерат столики да можно видите просто приехать я меду почасовая оплата можно приехать здесь делать шашлыки так вот душевые и в то же время пойдем переоденемся там да наоборот грязный еще из положительных моментов здесь получается трава они галька или что-то еще не знаю можно ли здесь прям ставить палатки но в целом я тут смотрю видимо кто-то костры делал вот в целом такой пляжик именно полежать по отдыхать очень даже приятный много навесов и еще раз повторю эвкалиптов вот ноги народ бушует надеюсь у нас получится покупаться все вот смотрите во первых есть спасатели так тоже немаловажно тем кто плохо плавает во-вторых мы поняли что получается в этом месте палатки ставить нельзя мангалы тоже нельзя делать то есть вот прибрежная зона а там где мы проходили там можно вот не знаю около самих палаток но наверное тоже можно да скорее всего пойдемте дальше а еще что немаловажно я не знаю как самой воде чуть попозже вам скажем еще что немаловажно песок видите на самом получается берегу так еще один сервис который здесь присутствует это вот такие шатры у нас кстати на акзиве тоже их поставили прям вот один в один видимо это какая-то общая тема значит смотрите стоят столики стоят холодильники интересно кстати что прозрачные плюс еще плюс есть кондиционеры это тоже немаловажно да то есть получается у вас палатки не жарко и она проветривается потому что наверху шатров есть эти давайте попробуем заглянуть что внутри надеюсь там никого нет вот смотрите вот такая вещь кровати кондиционер как мы сказали полочка стульчики и два кресла в принципе чё еще надо не знаю сколько стоит постараемся выяснить вам сказать но я думаю что это ну и как я сказал есть холодильник это то это тоже важно поэтому у меня соведущий просто он не хочет совести вот но очень хочет говорить из-за камеры поэтому все время приходится это и подключается электричество да то есть если вам нужно что-то зарядить там что-то поставить свой какой-то ресурс кстати пляж тихий тоже имейте ввиду было написано что нельзя музыку там и все остальное ну и для многих это тоже плюс поэтому вот так пойдемте дальше смотреть стоит подставочка для мангалов то что было вот в пляже гофра но показывали и на них стоят мангалы я не знаю честно сказать при его привозные они или людям выдаются такие мангалы может и выдаются тоже почему нет вот но это тоже присутствует я говорю постараемся выяснить менеджмент к сожалению уже не работает поэтому выяснить там не можем но попробуем посмотреть в на сайте и все если сможем рассказать мы идем поплавать все таки все мы покупались нам очень понравилось во первых потому что здесь песчаное дно и песчаный вход в отличие от камней это намного удобней если у вас нету конечно тапочек но и вообще песок поинтереснее а по частоте одно и то же сам пляж нам тоже понравился резюмируем и душевые туалеты и само местоположение пляж котором вы находитесь тоже трава есть навесы поэтому тоже все очень удобно что касается теперь денег и значит как мы вам показали здесь есть дома на колесах которые можете арендовать стоимость их начинается от 500 шекелей за две ночи здесь есть шатры на 4 человека дома на колесах по вам тоже на 4 человека если не ошибаюсь на 4 человека шатры значит получается от 1100 шекелей выходные по моему подороже и вагончики и шатры и есть вип шатры ну или вип вагончики наверное так скажем там уже больше похоже на номер в гостинице около 2 с чем-то тысяч также мы уже нашли цены на новый год рошашана и подумываем о том что может быть его здесь и провести если кому-то будут интересны цены пишите мы обязательно вам расскажем про эти цены и покажем что сколько стоит сейчас мы пойдем оплачивать парковку дополнительно запишем сколько нам вышло парковка здесь ну и поедем уже домой потому что как вы видите уже вечер солнце зашло мы покупались расслабон ехать нам конечно больше часа но я думаю что мы справимся единственным очень голодный очень хочет покушать но здесь только магазин может быть мы купим себя по шоколадке а может нет но решим не надо там махать за этим кто сколько хочет тот и кушает все всем пока ждем парковку и потом уже с вами будем прощаться все так оплачиваем въехали мы в 18 20 сколько время сейчас 20 06 то есть считаете 2 часа не получается потому что не то какая-то фигня я больше оплат автоматов не видел короче не дает оплачивать посмотрим где наш мы выехали хотели оплатить в паркомате но нам паркомат не дал оплатить написал что платеж отменен мы решили поехать что как это какие варианты еще вот и на въезде мы отдали свою карточку мы получается въехали 18 20 выезжаем мы в 20 13 то есть почитайте два часа и получается плата один шекелей 80 огород то есть где-то в общем 6 шекелей час вот здесь есть цены может быть там есть два с половиной шекеля может быть это когда сутки стоишь или нет не знаю не будем врать но вот так просто приехать припарковаться выходные я напоминаю сейчас выходные 6 шекелей час получается вот но по ценам самих палаточек мы кстати сейчас выходили очень много людей еще до сих пор остаются в этих палатках ужинают там и так далее и вот эти вагончики которые по 500 шекелей за два дня тоже очень приятные и симпатичные есть и столики и кондиционеры и все остальное так что 250 шекелей сутки за семью ну на четверых мы понятно что четвертая танюта вот говорит что на четверых но как это почему-то в моей семье больше никто не скидывает поэтому вот так все теперь точно прощаемся вот такой вот обзор надеемся что он вам будет полезен вернее сто процентов вам будет полезен потому что это классный пляж и в этот раз мы действительно нашли что-то интересное которое можно воспользоваться прямо сейчас потому что сейчас в общем случае у нас на арии но и по всему израилю медузы в кино эти можно поплавать прекрасно мы посидели встретили закат очень хорошо и кстати этот пляж хочу сказать что продувается и не так жарко шелестит тесла все я со всеми прощаюсь это было пс очка как любит горит анюта все всем пока канал из москвы в израиль тем поехали а